Всем привет, ловите очередной топ товаров с Алиэкспресс, из которых я могу поспорить, вам точно что-нибудь понравится. В мире есть миллионы приложений для заметок, однако некоторые по-прежнему больше доверяют блокнотам, и я их полностью поддерживаю. В конце концов, любое электронное устройство ненадёжно. Всегда есть риск, что программа глюканёт, заряд сядет, что-то сломается и, что называется, пиши пропало. Блокнот же всегда под рукой, да и записать в него быстрее. Только вот обычные листы не застрахованы от случайно пролитой кружки кофе. Но, как я уже говорил, китайцы умеют всё. На Алиэкспресс уже давно по цене обычного блокнота продаются блокноты с водонепроницаемыми листами. Пролив на них даже ведро воды, ничего не произойдёт. Пранки над друзьями – лучшее развлечение, и специально для любителей немного, так сказать, нагадить, я включил в этот выпуск бомбу-вонючку. В комплекте таких идёт сразу 10 штук. Каждая бомбочка способна неплохо так подпортить атмосферу. Средство распространяется очень быстро, так что реакция не заставит себя долго ждать. Вариантов использования таких вонючек масса, думаю, догадаетесь сами. Собрались в поход, тогда обязательно прихватите набор для выживания, он уже включает всё самое необходимое, даже на случай зомби-апокалипсиса. В нём вы найдёте фонарь, браслет из паракорта с компасом, тактическую ручку, компактную пилу, карту мультитул, огниво, складной нож и другие полезные инструменты. А это адаптер для смены голоса. Наверное, многие уже знакомы с тем, как он работает, даже могли видеть розыгрыши с его участием. Однако в реалиях это далеко не самое безобидное устройство, иной раз мошенники проворачивают таким образом свои афёры. Адаптер имеет 8 режимов голоса, начиная от детского тонкого голоска и заканчивая грубым мужским. Режимы можно менять прямо во время разговора. Знаете, я тут недавно понял, что мамы настоящие герои, вы только представьте себе, они день и ночь жертвы собственным сном, временем, здоровьем, оберегают и успокаивают своего карапуза. И тут мне пришла гениальная идея, как им помочь. Встречайте умную колыбель, выполняющую часть материнских обязанностей. Она оборудована датчиками движения и сверхчувствительными микрофонами, определяющими, когда ребёнок спит, а когда капризничает. Зафиксировав плач, программа кроватки, использующая искусственный интеллект, приведёт её в движение и начнёт легонько покачивать, чтобы вновь погрузить малыша в сон без нужды будить родителей. Со временем кроватка привыкает к режиму сна и подбирает нужные движения, чтобы просыпания происходили реже. Родители также могут контролировать обстановку, используя мобильное приложение, транслирующее видео в лайв-режиме. Ещё стоит отметить, что помимо всего названного ранее, колыбель также имеет устройство для создания белого шума с опциями, включающими звуки водопада или океанической волны. А это 3D принтер, созданный специально для кулинаров, виртуозов и кондитеров. С его помощью можно превратить шоколад, джем, карамель и другие продукты в оригинальные украшения для блюд и не только. И конечно же все фигурки съедобные. На корпусе устройства располагается сенсорный дисплей, через который выставляются параметры печати. Для создания собственного шедевра необходимо загрузить свою 3D модель. По-моему это очень крутой инструмент, который поможет сделать любой десерт или иное блюдо в разы оригинальнее и из-за этого ещё вкуснее. Да и навыков никаких по сути от человека для этого не требуется. Сегодня даже ребёнок знает, что вода важнейший источник жизни, поэтому говорить об этом лишний раз думаю не имеет смысла. А раз уж нам так этот источник важен, то не помешает и современными штучками обзавестись. Это H2O PAL, умная бутылка, помогающая владельцу выпить больше воды в день. Установленный в ней трекер читывает данные и отправляет полезные напоминания, основанные на физической активности, погоде, весе и возрасте пользователя. Все данные будут храниться в облаке и транслироваться на ваш телефон. Также очень удобно в их приложении ставить что-то вроде цели и постепенно к ним идти. Чехлы для хранения верхней одежды продаются практически в любом подходящем магазине, а вот для хранения обуви нет. И как мне кажется, пора бы для неё что-нибудь подыскать. Пыль ведь летит, что-нибудь вроде этого. Такая сумочка рассчитана как для хранения кроссовок, так и для высоких ботинок. На выбор предлагаются две сумки разных размеров. Кроме того, они защищены от попадания в воды и оснащены удобной ручкой для переноски. Всяко лучше иметь под рукой вот такой отличный вариант, чем носить обувь в рюкзаке или в руках, пачкая всё вокруг. Иногда для приготовления блюда или его украшения необходимо разрезать и без того маленькие овощи или фрукты на ещё меньшие половинки. Сделать это, конечно, совершенно нетрудно, но процесс можно значительно ускорить с помощью простейшего изобретения под названием слайсер. Долго разбираться с ним не придётся, всё интуитивно понятно. Укладывайте нужное количество продукта, проводите лезвием и дело сделано. Плюс ко всему слайсер шикарно чистится, удобно снимается и подойдёт как для взрослых, так и для детей. Порезаться им нереально, да и сил это самое проведение лезвием почти никаких не требует. А эта птичка стозана специально для тех, кто любит ощущать в блюдах лёгкую нотку кислинки. Она представляет собой миниатюрную соковыжималку, после которой вся комната и стол не будут в брызгах. Правда, птичка вмещает в себя лишь одну дольку, чего для любителей кислого будет недостаточно. Но всегда ведь можно добавить, верно? Когда хозяев нет дома, домашние питомцы могут грустить и вытворять безумные вещи. И как я считаю, ругать их за это нельзя. Однако пока не разнесён весь дом, проблему нужно как-то решать. Как вариант с помощью Sky Me Oval. Сова представляет собой интерактивную игрушку, которая не только развлечёт, но и покормит животное. Всё происходящее она снимает на камеру. В любой момент хозяин может активировать микрофон, передав любимцу важное сообщение. У всего должно быть своё место, даже у картриджей и microSD карт для Nintendo Switch. Из-за размеров они частенько могут теряться, заставляя хозяина хорошенько понервничать, прежде чем приступить к игре. А с такими миниатюрными, но очень удобными органайзерами, все составляющие всегда будут на своём законном месте. Он вмещает в себя до 6 картриджей и 2 microSD карт. На очереди прикроватная полочка, которая будет полезна тем, у кого нет тумбы или как переносной вариант для путешествий. Она занимает достаточно мало места, а в случае необходимости может быть убрана или переставлена. Полочка предусматривает вырез под планшет или телефон, углубление для стакана, а также достаточно пространства, чтобы расположить наушники, часы и другие не особо крупные, но нужные рядом предметы. Иногда появляется необходимость сфотографировать самого себя или какой-нибудь объект, не находящийся в этот момент рядом с камерой и не нажимая на кнопку. В этом случае есть два варианта, воспользоваться встроенным таймером или же простейшим изобретением, предназначенным для дистанционного нажатия, спусковой кнопкой. Она подключается напрямую к фотоаппарату и имеет внушительную длину. На всякий случай в комплекте с изделием приходит и удлинитель на 130 сантиметров. А это AeroFit Pro, система для тренировки дыхательных мышц, состоящая из респираторного аппарата, тренажёра и виртуального помощника. Первоначально такое устройство разработано для спортсменов, помогая им улучшить спортивные результаты. Не меньшей популярностью оно пользуется и у людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы вне обострения. При выполнении дыхательных упражнений, AeroFit обеспечивает регулируемое сопротивление дыханию при вдохе и выдохе, что приводит к укреплению дыхательных мышц и тканей лёгких, а также увеличивает общую выносливость. А это самоклеящийся фиксатор, который в отличие от обычного не требует сверления для установки. Нужен он для того, чтобы обеспечить поддержку полочкам и стеллажам, защищая находящиеся на них вещи от падения, а мебель и стены от некрасивых дыр. Фиксатор состоит из двух прозрачных частей и скобы с регулируемым расстоянием. Знали ли вы, что оригинальная подача и оформление блюда – залог кулинарного успеха? Вот теперь будете знать. И чтобы помочь вам в этом и без того нелёгком деле, я подготовил такие вот интересные ложки, вернее говоря, лопаты. Они бывают разных форм и цветов и, поверьте, очень классно смотрятся с десертом. У каждой лопаты есть своя выраженная рукоять, а также рабочая часть. А это выдвижной брелок. Очень полезная вещь для тех, кому важно иметь быстрый доступ к ключам, идентификационным значкам, картам безопасности и другим подручным предметам. Он может крепиться к поясу двумя способами – клипсой или карабином. Длины выдвижного шнура достаточно для того, чтобы воспользоваться нужной вещью, нять, соединяя брелок. А эта находка пригодится носителям контактных линз. Время от времени на них может попадать пыль или оставаться отпечатки пальцев. И чтобы аккуратно от всего этого избавиться, придуман такой вот контейнер. Он состоит из двух закрывающихся отсеков для самих линз, крепящихся к вращающейся крышке, а также ёмкости для заполнения специальной жидкостью. Укладывайте линзы, закрывайте контейнер крышкой и вращайте её столько раз, сколько посчитаете нужным. Поздравляю, вы справились. Контролировать эмоциональные вспышки бывает достаточно сложно даже взрослым. А это не говоря уже о детях, у которых иной раз настроение меняется каждые 10 минут. Стартап Тали придумал специальный способ, как можно выйти из ситуации. Для этого был разработан умный браслет, помогающий детям лучше понимать себя и управлять своими эмоциями. Принцип работы устройства достаточно замудрённый, так что не будем на этом заострять внимание. Главное, что оно понимает, когда эмоции начинают бить через край и принимает успокаивающие меры. Браслет в зависимости от конкретной модели оснащается светодиодными фонарями и сменными ремешками, которые имеют множество вариантов цветов. Это очень полезный инструмент для людей, часто заказывающих посылки из Китая. Устройство объединяет в себе две полезные функции. Выдвижной нож для распаковки и жидкость, стирающий надписи на чеках, упаковках и этикетках. Ведь содержащие на них данные могут сыграть на руку мошенникам, которым только дай повод. На очереди беспроводной стерилизатор для овощей и фруктов. Что-то подобное вы могли видеть в коротких видео в ТикТоке, где китайцы показывают свои дорогие квартиры, напичканные современной техникой. Как говорит производитель, стерилизатор удаляет до 99% бактерий, не оказывая влияния на свойства продуктов. Проще говоря, он использует химический процесс, который убивает любое вредное существо на поверхности. Стерилизатор очень прост в использовании, его достаточно оставить в воде на 10 минут, после чего овощи и фрукты будут готовы к употреблению. Одной полной зарядки хватит на 25 раз. Только взгляните, какой потрясающий увлажнитель воздуха мне удалось найти. Его наверняка оценят все любители космической темы и оригинальных штучек из Китая. Хотя, стоит признать, увлажняет он так себе. Это скорее декорация. Внутри космической капсулы располагается маленький космонавт, которого можно достать и переставить в другое место. Кроме того, устройство оснащено RGB-подсветкой и отличается детализированным оформлением внутри. Объем резервуара для воды составляет 220 мл, а зарядки хватает на 4 часа работы. Иногда на кухне критически не хватает места для хранения специй и приправ. И не то, чтобы она слишком маленькая, скорее полочки забиваются другими важными продуктами. Из-за этого многие специи не используются в блюдах и годами стоят без дела. Китайцы же предлагают обзавестись настенным органайзером с 5, 6 или 10 зажимами. Каждый зажим не только надежно удерживает упаковку, не давая ей рассыпаться, но и оснащен специальной крышечкой, с которой становится в разы проще использовать специи или приправы. Это новенькая портативная игровая консоль от компании Aya Neo, которая ничуть не уступает прижившимся Switch или Steam Desk. Она представлена в трех версиях Air, Air Pro и Air Plus. Модель Air и Air Pro предлагают 5,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей, от 8 до 32 ГБ оперативной памяти, а также от 128 до 2 ТБ SSD. Для Air-версии используется процессор AMD Ryzen 5 5560U, работающий в диапазоне частот от 2,3 до 4 Гц, оснащенный встроенной графикой Radeon Vega 7. А для Pro 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 5825U с диапазонной частотой от 2 до 4,5 Гц, оснащенный Radeon Vega 8. Кроме того, для всех версий заявлена поддержка беспроводных стандартных Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. А вот то, как я представляю себе животных в скором будущем. Знакомьтесь, это очаровательный робот-щенок Mini Piper, являющийся бюджетной версией роботов Boston Dynamics. Конструкция Piper состоит из небольшого туловища, стоящего на четырёх лапах, и дисплея спереди, имитирующего выражение лица щенка. Приблизительные габариты интеллектуального пса составляют 209 на 109 и на 165 мм. Вес 560 грамм. Конечность обеспечивает работу 12 степеней свободы передвижения. Он умеет бегать рысью и прыгать. Но главная прелесть устройства – платформа с открытым исходным кодом модульного типа. Mini Piper имеет микропроцессор Raspberry Pi 4B, что позволяет программировать его на свой лад. Управлять дистанционно и подключать произвольные модули, как вариант 3D-камеру для самостоятельной ориентации на местности или лидап. Даже животным нужно чистить зубы, чтобы они всегда были крепкими и помогали хорошо пережевывать пищу. К тому же братья наши меньшие не могут здесь о себе позаботиться. Только вот щетки для зубов у животных отличаются от обычных. Они должны быть мягче и меньше, иначе вместо помощи животное получит вред. Как-то так выглядят такие щетки. Они имеют сгруппированные ворсинки, способные пробраться до самых труднодоступных мест, не доставляя неприятных ощущений. Аромат свежесваренного кофе самый невероятный на свете. Кажется, его можно вдыхать в вечность, и даже этого будет недостаточно. Представляете, таким ароматом можно даже наполнить машину, и он сохранится на очень долго. По-моему, это достойная альтернатива стандартным вонючкам для салона. К тому же выглядит такой освежитель не менее креативно. Это маленький стаканчик с напитком. Обратите внимание, что при оформлении заказа можно выбрать вкус. О, здесь у меня зажигалка для девочек. В конце концов, не стану же взрослой дяди ходить с принтов Hello Kitty. К слову, выглядит она и вправду моднява, блестящая, вся такая яркая. К тому же у зажигалки ярко-розовое пламя. По-моему, классная штукенция для подарка. А это фантастический проектор AuraStar, сочетающий в себе еще и динамик. Устройство обладает скромными габаритами и минималистическим дизайном, из-за чего не займет много места и не будет лишний раз бросаться в глаза. Проектор предусматривает 16,7 миллионов цветов, а также 10 цветовых сцен и звуковых режимов, среди которых каждый подберет что-то на свой вкус. Главной изюминкой AuraStar является проекция луны, которая отчетливо видна даже на ярком фоне. Заднее же свечение напоминает северное сияние, потрясающее зрелище для любителей необычной атмосферы в комнате. Ничего себе, вашу маму и тут и там передают, до чего техника дошла. Помните эту фразу из советского мультфильма «Зима в Простоквашино»? Боюсь представить реакцию почтальона Печкина, если бы он увидел Dream Glass. Это 4К очки дополненной реальности, транслирующие изображение на 200-дюймовый внутренний экран. Звук же здесь передается через наушники, подключаемые по 3,5-мм разъему. Аккумулятора, по словам разработчиков, должно хватить на 5 часов использования. Вполне достаточно для того, чтобы посмотреть два фильма. Поле зрения 90 градусов. Из полезных слотов здесь есть два USB 3.0, один HDMI и USB-C. В сегодняшнем выпуске уже была одна зажигалка, но это определенно заслуживает своего места. К тому же это не просто зажигалка, еще и нож. Такое вот многофункциональное устройство получается. Как по мне, оно может пригодиться как во время похода, так и в быту. Вдруг потребуется что-то открыть, разрезать, например, веревку. На корпусе изделия также предусмотрена клипса. Кстати, не переживайте, если с зажигалкой что-то случится. Ее всегда можно заменить на новую, похожего или такого же формата. Многие люди не любят засыпать в темноте, боятся жутких монстров в шкафу. Но и со светом спать такое себе удовольствие. Какой же это сон получается? К счастью, сейчас очень много самых разных светильников, стоимость которых не превышает и 100 рублей. Как вариант, такие вот грибочки. Они миленько смотрятся и не занимают места. Да и имеют приятное свечение, к тому же, работает ночник от сети. Думаете, это клавиатура? Не-не-не, не тут-то было. На ваших экранах, внимание, ноутбук. Ноутбук, Карл, вот эта вот полосочка, сверху и есть дисплей. В зависимости от шрифта он способен отображать до 6 строк текста. Помимо дисплея на пластмассовом корпусе разместилась и полноценная клавиатура, кнопка питания, а также порт USB-C для зарядки. К счастью или к сожалению, на таком ноутбуке можно только печатать. С одной стороны, это и хорошо, ведь не будет лишнего повода и возможности отвлечься на соцсети. А вот с другой, даже не знаю, стоит ли оно того. Одного заряда ноутбука хватает на 100 часов беспрерывного использования. Повезло, что хоть можно синхронизировать текст с Google Drive, Drawbox или Evernote. Чего только не найдешь в Китае, даже накладные силиконовые животы. А знаете, что меня удивило больше всего? Причина, по которой их покупают. Некоторые девушки используют такие штуки, чтобы так сказать, примерить, как они будут смотреться беременными. Признаться честно, мне стало немного не по себе. Как такое возможно, что люди думают вообще? Примерить беременность, это даже звучит глупо. А еще иногда животики приобретают для мужчин, чтобы те осознали, как тяжело приходится беременным. В общем, чему я удивляюсь? Людям только дай повод и они раскроют своего внутреннего креативщика на полную. О, вот это я понимаю, забавная и нужная находка. Наверняка многие люди используют поясные сумки, особенно во время прогулок или поездок. Они не занимают руки, да и в целом вмещают в себя все самое необходимое. А такой вариант еще и самым стильным в городе сделает. Как вам сумочка с изображением волосатого пуза? По-моему, креативненько, а внимание прохожих точно гарантировано. Да и к тому же, с таким хитрым способом можно скрыть небольшие недостатки. А эта наклейка послужит отличной заменой привычному вантузу. Как вы догадались, предназначена она для прочистки унитаза. Самое главное, что в процессе никак не испачкаются руки, даже если речь идет о сильном засоре. Работает это проще простого. Протираете насухо ободок, наклеиваете наклейку, соорудив подобие барабана, а затем спускаете воду и хорошенько надавливаете на получившуюся конструкцию. Давно искал оригинальный брелок для ключей, да вот же он, это бутылка пива, а что очень даже необычное решение. В конце концов, не каждый второй носит в кармане хмельной напиток. Для многих велосипед ассоциируется с чем-то громоздким. Должен признаться, его и вправду тяжело хранить в небольшой квартирке, в которой нет балкона или просторного коридора. И если габариты единственная причина, по которой вы до сих пор оттягиваете покупку двухколесного коня, тогда представляю вашему вниманию Тагбайк. Велосипед, уникальной особенностью которого является полностью складная конструкция, включая полноразмерные колеса. Готовы удивиться. В сложенном состоянии он не только не займет много места, но и свободно поместится в дорожную сумку. Офигеть, правда? Полностью согласен. Разработкой Тагбайка занимался инженер-механик из Калифорнии Алекс Анимаушен. Если верить словам Алекса, конструкция складывается или разворачивается меньше, чем за 2 минуты. А вес этого чудо-байка составляет всего-то 14 килограмм. Иногда так мало слов, чтобы выразить любовь. О ней хочется рассказать всему миру, прокричать, что есть силы. О нет, я не влюбился, не переживайте. Речь о хмельном напитке. А что? Да, вот такая вот неразделённая с ним у нас любовь. Я даже костюм себе уже присмотрел. Как вам? Самый модный буду. Трудно не согласиться с тем, что костюм действительно преисполнен величия и чести. Комплект из брюк, пиджака и галстука выглядит весьма солидно. В таком можно как выйти в свет, так и отправиться на воскресный семейный обед. Да и на любом празднике от внимания не будет отбоя. Готовы увидеть крипоту? Но смельчаки я предупреждал. С этим необычным костюмом даже самая милая и нежная собачка превратится в безжалостную и пугающую куклу Чаки. Если не знаете кто это, обязательно загуглите. А то я не хочу видеть кошмары. Костюм представляет собой синий комбинезон, надетый поверх полосатой кофты. А еще в руке у куклы есть нож. Что тут добавить, не дай бог такое видеть ночью, а то можно будет построить кирпичный замок. Девушки всегда хотят как-то выделиться своим макияжем. Кажется я нашел идеальный для этого аксессуар. Если я правильно понял, это подсветка для ресниц. Бьюти аксессуар фиксируется вдоль линии роста, блок питания скрывается под волосами и вот вы уже сияете и приковываете взгляды окружающих. К заказу доступны подсветки разных цветов. А это стильная велосипедная куртка, оснащенная подушкой безопасности Siris. Проект был создан парижским стартапом Urban Siris и представлен на Kickstarter в 2001 году. В сложенном состоянии устройство не отличается стандартной куртки, разве что выделяется светоотражающими пластинами. Для изготовления используется водонепроницаемый и защищенный от ветра материал, а пористая полиэфирная оболочка обеспечивает эффективную естественную вентиляцию. За контроль процесса езды отвечают два инерционных датчика, один из которых находится на велосипеде под седлом, а второй на самой куртке. Когда происходит резкое торможение, датчики срабатывают, отдавая команду для надувания куртки, чтобы смягчить возможное падение. На это уходит всего 0,08 секунды. Защита распространяется на шею, грудь, брюшную полость и спину. А теперь немного милоты вам в выпуск, вы только полюбуйтесь этим невероятным созданием. Японский производитель роботизированных подушек для кошек представил мягкого робота, имитирующего легкое покусывание кончика пальцев. Как считают в компании, это приятное ощущение должно успокаивать пользователя. Кроме того, в Хам-Хам выбирают один из двух десятков вариантов покусывания. А еще при оформлении заказа можно выбрать питомца, трехшерстного кота или сибаину. А вы знали, что не обязательно покупать участок далеко за городом, чтобы что-то выращивать? Это можно делать и дома, используя авабай. Устройство представляет собой вытянутый резервуар для воды, в который помещается 5 капсул с субстрактом и семенами. Субстракт выполнен из органической кукурузы, а его держатель из PLA пластика. Над резервуаром располагается светодиодная фитолампа, способствующая росту. Контролирует состояние гидропоники и 4 датчика. Относительно влажности, освещенности, уровня воды и температуры. Кроме того, в лампу квартирного сада встроена HD-камера, а также он управляется с помощью умных ассистентов. Что можно выращивать? Да, все что угодно, от томатов черри до салатной зелени, перчиков и грибов. Каждый любитель выпить бокальчик другой вина за ужином знает, что этот напиток очень чувствительный к воздействию кислороду и ультрафиолетовых лучей. В полной степени вино раскрывает свои вкусовые качества, лишь попадая в бокал, окисляясь и подвергаясь декантации. По этой причине хранить вино в открытой бутылке можно не более суток. Однако бостонские инженеры разработали специальное устройство, состоящее из умного кожуха и 4 специальных бутылок с разными сортами вин. По задумке оно должно решить проблему со сроками. Умный кожух одевается поверх бутылки с открученной пробкой, после чего на экране появляется полная информация о содержимом. Включая историю создания напитка, отзывы профессиональных сомелье, а также другие полезные данные. Кроме того, используя специальную технологию, пользователь может оформить заказ новых вин. Початые бутылки с этим устройством можно хранить в холодильнике до 30 дней, не опасаясь за качество. Ого, вот это я понимаю пенал для настоящих любителей молока. Нет, серьезно, он выглядит как настоящая коробка молока, да еще и со вкусом клубники. При оформлении заказа можно выбрать еще два вкуса, карамельный или стандартный. Ой, я хотел сказать еще два варианта оформления. К слову, пенал хоть и небольшой, но вместительный. Все ручки, линейки и другие принадлежности для письма помещаются. Иногда возникает резкая необходимость погладить одну или несколько вещей. Согласитесь заставать ради этого гладильную доску, раскрывать ее, а после еще и все раскладывать совсем не быстро. Другое дело воспользоваться гладильной перчаткой. Она выглядит как та, что помогает поднимать горячие кастрюли, защищая руки от ожогов и выполняет примерно ту же функцию. С изделием получается аккуратно и быстро отпарить или отутюжить манжеты, брючины и другие элементы одежды, без какого-либо риска получить травму. А это многофункциональный фонарик, который пригодится всем любителям походов, путешествий или экстремальных видов отдыха. Устройство может выполнять функцию осветительного прибора, быть лазерной указкой, принимать или отправлять радиосигналы, а также использоваться в качестве пауэрбанка. Фонарь работает в трех режимах, среди которых есть и стробоскоп. Если использовать самый экономный, хватит на 100 часов. Еще один не менее важный функционал является звуковой сигнал, активирующийся при удержании средней кнопки. Он имитирует человеческий голос, просящий о помощи, что поможет пригодиться в случае, если человек попал в ловушку или по какой-либо причине не может говорить. Теперь поговорим о еще одной не менее полезной находке, миниатюрном налобном фонаре от Xiaomi Next Tool. Устройство имеет обтекаемый корпус, защищенный от попадания влаги, размеры которого составляют всего 6х5х2 см. Внутри него расположен светодиод яркостью 170 люмен, работающий в четырех режимах. Их главная разница заключается в цвете и интенсивности, что напрямую влияет на время работы гаджета. В комплекте с фонарем идет не только резинка для крепления на голову, но и дополнительные клипсы. Одна из них для козырька кепки, а вторая для установки на руль велосипеда или седло. А, чуть не забыл о самом важном, дальность свечения может заставлять от 7 до 19 метров. Перец и соль это то, без чего не обходится ни одно блюдо. Кроме того, есть и другие специи, без которых не было бы такого непередаваемого вкуса. А для того, чтобы их было удобнее использовать, вот вам электрическая мельница с гравитационным сенсором и подсветкой. Мельница автоматически начинает помол при наклоне корпуса. Вместе с этим активируется и подсветка, чтобы так сказать не переборщить. Кроме того, здесь предусмотрено несколько режимов помола, от среднего до мелкого. Для более мелкого измельчения необходимо повернуть ручку по часовой стрелке, а для более грубого против. Народ, а я один не знал о существовании шкафчиков для роутеров. Оказывается, это очень популярная и полезная вещь. Шкафчик представляет собой декоративный элемент, устанавливающийся на стену и скрывающий некрасивый, а порой громоздкий роутер. Он достаточно вместительный, из-за чего может использоваться и для хранения ключей, бутылок с водой, удлинителей, а также других вещей, стоящих в коридоре. Неаккуратно организованные провода – огромная проблема в принципе, а когда дело доходит до компьютера, то и подавно. Всегда есть риза цепиться за них рукой или ногой, повредить ПК или испортить штекер. К счастью, уже давно придумали стяжки-органайзеры и специальные стойки, служащие подставкой. И вот, к слову, одна из них. Согласитесь, выглядит такая вещь уже очень необычно и креативно, а это уже не говоря о её пользе. Маленький паучок украсит любое рабочее место, добавь ему ноток RGB подсветки, а также послужит отличной поддержкой для проводной мышки. А это Meazor – компактное, но многофункциональное устройство, оснащённое лазерным сканером и цифровой линейкой. С его помощью можно измерить длину отрезка на чертеже или толщину реального объекта на стройплощадке, определить расстояние между элементами здания и даже быстро составить его поэтажный план. Кроме того, изделие определяет длину как прямых, так и извилистых линий и поверхностей. Погрешность, конечно, есть, но несущественная. Все данные сохраняются на встроенную карту памяти, их можно редактировать в специальном приложении, а затем экспортировать файлы разных форматов. Скорее всего, многие знают, что такое музыкальная шкатулка, а если же нет, рассказываю. Это такой механический инструмент, который проигрывает музыку, когда цепляется за выступы, расположенные на вращающемся цилиндре. Прилог, показанный на экране, имеет похожий принцип, ему не нужны батарейки и другие детали, прокрутили ключик и успокаивающая музыка заиграла. Не знаю, как вам, а мне напомнило колыбельную. Когда я впервые наткнулся на эту вещь, я сразу подумал о чем-то винтажном, настолько необычно она выглядит, или так думаю один я? Хм, на ваших экранах CD-плеер, устройство, с которым коллекция старых запылившихся дисков больше не будет лежать без дела. Он питается от сети и может выполнять роль портативного проигрывателя, будучи подключенным к пауэрбанку. У плеера пластиковый корпус, выделяющийся деревянной отделкой, а благодаря наличию блютуз к нему можно подключить ТВС-наушники. Порядок на столе, порядок в голове, согласитесь, когда на рабочем месте все находится на своих местах и работать становится в разы приятнее. Хай уже только отвлекает, особенно оценят чистоту и порядок геймера, ведь у них столько различных девайсов, что иногда трудно угадать от чего тот или иной провод. С такой стойкой как минимум два устройства будут в полнейшем комфорте, я говорю о наушниках с мышкой. Стойка выполняет сразу две функции, удерживает уши и не дает запутаться проводу, поддерживая его в нужном положении. Кроме того, здесь предусмотрена встроена подсветка, цвет которой можно менять сенсорной кнопкой и еще два USB порта для подключения устройств. Ну скажите, разве это не чудо? Немного милоты вам выпуск, вы только взгляните на этого прелестнейшего гуся, он словно так и просит, чтобы его пожамкали или приобняли. А еще гусь очень мягкий, думаю спать с ним одно удовольствие. Да и подарок получится обалденным, при оформлении заказа можно выбрать цвет игрушки. У кого-то вон целая гусиная семья уже собралась, и мама, и папа, и дети, все здесь. Это портативный барбекю, который не займет место в рюкзаке и позволит насладиться вкуснейшим обедом или ужином в любом месте. Идеальный вариант для длительного путешествия или похода. Гриль бывает двух размеров, маленький и большой. Оба варианта разделены на две половины, одна представляет собой решетку для гриля, другая сковороду, на которой можно свободно приготовить яичницу или что-нибудь более изысканное. Иногда после тяжелого трудового дня или недели так сильно не хватает массажа. Вы только представьте это чувство, по-моему в такие моменты тяжело придумать что-то более расслабляющее. Только вот стоит профессиональный массаж сумасшедших денег, да и идти куда-то не всегда хочется. Но ничего, с таким устройством массажное откроется прямо дома. Как вы уже догадались, на экранах компактный массажер. Он защищен от попадания влаги и может использоваться даже в душе. Полностью заряженного аккумулятора хватает на 6 часов работы, зарядка же отнимает 2. У прибора есть 4 вращающиеся головки, которые двигаются по часовой стрелке или против. Также можно выбрать интенсивность работы и активировать вибрацию. В последнее время я стал все чаще замечать, как забивается душевая лейка. И я долго думал, как решить этот вопрос. Что-то там заливать я не рискнул, но на помощь как всегда пришел. Здесь я нашел такую вот штукенцию, представляющую собой набор миниатюрных щеток размером 6 на 0,5 см. С их помощью можно чистить любые небольшие отверстия, даже на гаджетах. Уверяю, после чистки лейки вы обалдеете, сколько грязи в ней было. Хотите как-нибудь обновить свою комнату или рабочую зону, не потратив при этом всю зарплату? Кажется, у меня есть интересная идейка. Декоративные панели. Они представляют собой настенные панели, приклеить которые дело нескольких секунд. Для этого подойдет как универсальный клей для строительных конструкций, так и двухсторонняя клейкая лента. Панели отличаются фактурным геометрическим узором, придающим непередаваемый вид комнате. Изделие выполнено из ПВХ и не боится воды. Их можно использовать даже в местах с повышенной влажностью. Размер каждого квадрата составляет 30 на 30 см, а при оформлении заказа можно выбрать расцветку. Выбора там очень много. На улице уже похолодало, а это значит, что пора машину готовить к зиме. Менять резину, приводить все в порядок, покупать пушистые чехлы на руль. Ой, вы же не знаете, в Китае продается и такое. Да уж, таким чехлом руль превращается в мягкую игрушку. И что-то мне подсказывает, что покупают аксессуар в основном девушки. Вы только не обижайтесь, но лично я слабо представляю мужика, который сидит себе с розовеньким шерстяным чехлом. Хотя кто знает, кто знает. А вообще продавец обещает, что такая штукенция обержет руки водителя от холода и прокачает внешний вид салона. Со вторым спорить не стану. Подходит она для руля диаметром от 36 до 38 см. И к слову, отзывы положительные. Это очень полезное устройство для людей, проводящих много времени за компьютером или имеющих сидячую работу. Оно имитирует ходьбу, что очень важно, чтобы не нарушить циркуляцию крови. Скорость, пройденное расстояние и другие полезные данные отслеживаются через приложение. Там же можно регулировать направление, выбрать транспорт, а также одно из двух режимов. Задействовать оба ноги сразу или одну. Из транспортов есть выбор между роликами, велосипедом, скейтбордом и водными лыжами. Иногда родители не разрешают завести домашнее животное, ссылаясь на то, что это слишком большая ответственность. Интересно, что они скажут по поводу мофлин. Милейшее создание, напоминающее пушистую гусеницу, которая, к слову, очень ядовита. На самом деле, представляет собой добрейшего роботизированного питомца с искусственным интеллектом, картой эмоций и способностью самообучения. Мофлин состоит из двух подвижных частей, динамика, микрофона и множества датчиков. Его вес не превышает 300 грамм, а длина составляет 16 сантиметров. Пушистая облачка умеет определять обстановку вокруг себя и является интерактивным. Не знаю, как вы, а я растворился в мелоте. А это Moonsight Neon Nex. Модульный светильник, с помощью которого можно создавать геометрические узоры на стенах. Внутри каждой секции размещены программируемые RGB светодиоды, которые можно комбинировать с поворотом на 90 градусов. Для их крепления используется двухсторонний скотч. Управляются они приложением на смартфон или через систему умного дома. По желанию, пользователь может выбрать несколько фигур и позволить им мигать под музыку. Спи, моя радостью, сни. Оказывается, даже у губки для мытья посуды есть своя кроватка и очень даже уютная. Мне ей снятся самые сладкие сны, пока злой человечешка не будет её и не заставляет вымывать грязь посуды. Чехлы на айфон очень дорогая штука, особенно когда речь заходит о новых моделях. Так что любители яблочной продукции, готовьтесь накинуть сверху около 5000. Или же есть другой вариант, не тратиться на то, что можно найти у других производителей. Например, Бэйсус предлагает доступные чехлы на 13 про, одновременно выполняющие роль подставки. Элемент подвижный регулируется на 90 градусов. Кроме того, этот кружок у чехла магнитный. И нет, это не реклама. Просто от осознания, что аксессуар может стоить 5000, становится не по себе. Коты такие вредные, никогда им не угодишь. Наливаешь воду, не пьют, не наливаешь, жалуются. Кого-то они мне напоминают. Хм. Но сейчас о пушистых. Быть может им просто скучно пить из обычной миски. Другое дело фонтанчик. Вы только представьте себе, персональный, блин, фонтанчик прямо посреди дома. Всем бы так жить. Устройство имеет два режима работы, не шумит, а также отличается простейшим управлением и приятным дизайном. Как результат, питомец доволен, а хозяину большего и не надо. Чеснок, какие же у меня смешанные к тебе чувства. Вот вроде люблю, а вроде и нет. Все дело в том, что от него жутко воняют руки. Однако с такой простецкой штукенцией неприятного запаха можно избежать. Она представляет собой что-то вроде мини-терки, да и вид имеет такой же. Работает это чудо так. Закладываете несколько зубчиков чеснока и трете туда-сюда. Делов на секунд 15, а результат отличный. Иногда для приготовления блюда требуется отделить желток от белка, что довольно трудно сделать руками. Потом в тарелке оказывается скорлупа, да и вообще зачем париться, когда придумано уже тысяча изобретений за копейки. И вот одно из них. Это что-то вроде ложки с дырочками. Все, что нужно сделать, разбить яйцо и может быть слегка потрясти ложку с разных сторон. Да, народ, оказывается все было так просто. А как вам такой вариант отделителя желтка от белка? Узнаете этого парня? Как нет? Это же вылитый буги-мен. Им еще пугали непослушных детей. Теперь этот сопливый здоровяк будет пугать своим видом гостей. Ведь кружку можно использовать и как отделитель белка, и как соусницу. По-моему креативнее не придумаешь. Соус выливается прямо из носа зеленого монстра. Вкуснотень. Еще и так противно. Знаете, что это такое? Нет, не двойное кольцо. Оказывается, перед нами пиллер для цитрусовых. Штука, которая решает проблему грязных рук и брызгающего сока. Она позволяет быстро и без лишних хлопот очистить апельсин, мандарин, грейпфрут и другие фрукты с кожурой. Наверное, почти у каждого в детстве был аквариум с рыбками. И это неудивительно. Они неприхотливы в уходе, не требуют огромных ежемесячных трат и отлично обходятся без человека. А вот интересно, были ли у кого-нибудь медузы в качестве домашнего питомца. А что, очень даже красивые создания. Взгляните сами, в этом цилиндрическом аквариуме живут настоящие медузки, которые принимают окрас встроенное устройство RGB подсветки. Чего только не найдешь на Алиэкспресс, даже мешки для запекания картофеля продают. Звучит, конечно, странно, но вещи вправду полезные. Особенно для тех, кто не любит часами стоять у плиты. Всего 4 минуты и вкуснейший горячий картофель готов к употреблению. Хочешь ешь как гарнир, а хочешь используй для приготовления других блюд. Многие даже говорят, что в таком мешочке картошка выходит вкуснее. Наверняка многие, как я, понятия не имеют, сколько времени нужно варить яйцо, чтобы оно получилось нужной консистенции. Например, я очень люблю яйца всмятку на завтрак, но обычно получается не всмятку, а переваренные или вообще недоваренные. Оказывается, для таких умных поваров, вроде меня, существует специальный таймер. Он представляет собой такую вот половинку яйца, которая кладется вместе с настоящими. Со временем шкала будет заполняться, и это сильно поможет в приготовлении идеального завтрака. По-моему, очень годная находка. Иногда возникает резкая необходимость в освещении, пускай даже слабом. Вот представим ситуацию. Вечерняя прогулка. Вы решили ненадолго присесть на лавочку, а после уходя домой обнаружили, что телефона нет в кармане. Первой умной мыслью, конечно же, будет проверить землю, ведь устройство могло случайно выпасть. И как обойтись без света? Никак. А вот был бы у вас такой фонарик, хотя, если честно, на фонарик он похож меньше всего. Скорее всего, это карта, которая в мгновение ока превращается в компактный светильник. Она не займет много места и обязательно когда-нибудь выручит. Поверьте моему опыту. Любите сложности? Тогда попробуйте проверить температуру у маленького ребенка, который постоянно носится по квартире, словно соник. Или вовсе не дает это сделать. Обещаю, задание будет тысячной сложности для самых прокачанных игроков. Ладно, ладно, даже здесь существует секретная штука. Термонаклейка. Не удивлюсь, если ее придумали папы. Наклейка имеет несколько обозначений и крепится на лоб карапуза. По мере повышения температуры шкала будет заполняться. Это уникальные и невероятно красивые часы НАСА, созданные в честь миссии НАСА на Марс. Они рассказывают историю Персев Эрентс, марсохода, высадившегося на кратере лезера стратегической точки Марса. И эта высадка считается самой опасной из всех, что когда-либо проводило американское космическое агентство. Из-за рельефа. Циферблат часов изображает величественный пейзаж красной планеты. На 3 часа расположена действительно восхитительная деталь. Настоящая пульс Марса, который заключили в корпус. А на 12 часов можно увидеть дату высадки 18 февраля 2001 года. Парни, сейчас такое расскажу. А вы знали, что не все стиральные машинки предназначены для одежды? Вот, к примеру, эта напоминающая игрушечную, на самом деле помогает очистить кисти и другие косметические принадлежности от остатков продукта. В нее заливается вода, а еще здесь крутится дно, из-за чего собственно и происходит очищение. Вот это я понимаю, настоящее чудо техники. К слову, многие девушки говорят, что устройство и правда работает, в чем лично я немного сомневаюсь. В любом случае, как вещь, машинка классная, реалистичная, даже шланг для слива предусмотрен. Если что, всегда можно подарить ребенку. Иногда, чтобы успокоиться, всем нам нужно немного прокричаться. Кстати, помогает, советую. А чтобы на шум не сошли все соседи и не вызвали полицию, китайцы придумали специальную антистресс-вазу. Выглядит она, как немного потаявшее шоколадное яйцо, но на деле вкусным здесь и не пахнет. Пить из такой вазы тоже нельзя, из-за дырочки на дне. Однако на нее можно и даже нужно кричать. Криком человек выпускает негативные эмоции и отпускает все плохое. Пластмассовое изделие гасит звук, позволяя как следует выговориться без ущерба для окружающих. Так вот, чего нам всем не хватало. Вазы. Не знаете, как еще снять стресс? Китайцы вот предлагают мне чью-то криповую мордочку. Нет, серьезно, они же по-любому взяли какого-то человека за основу своей игрушки. Даже боюсь представить, как сильно им не нравится этот парень. Или, быть может, он что-то натворил, залил там документы. Эх, ладно, не будем вдаваться в подробности. Игрушка реально мягкая, отлично снимает стресс. Ее можно как угодно бить, растягивать, закручивать, да и вообще делать все, что душе угодно, пока нервишки не успокоятся. Только вот я не советую ее разглядывать. Тот еще реквизит для фильмов ужаса. При оформлении заказа продавец предлагает выбрать цвет, а также эмоцию. Кстати, называется такая игрушка Каомару. Воришки были всегда и везде, поэтому важно оберегать свою территорию, используя любые возможные средства. Некоторые, чтобы не тратиться на камеру видеонаблюдения, покупают муляж, который работает ничуть не хуже. Он пугает лишь одним своим видом, ведь никакой умелый воришка не станет идти и палиться там, где есть камера. А если их будет много, то и подавно. У этой модели даже есть красный светодиод, который мигает, информируя о том, что запись включена. Однако экономия экономия, но лучше все же позаботиться и о настоящих камерах тоже. В конце концов, никогда не знаешь, что может произойти. Видите эту малюсенькую штукенцию? Вы не поверите, но это универсальная сумка для покупок. В собранном виде она поместится в маленький кармашек джинсов, а в развернутом станет помощником при походе в магазин. Кроме того, материал, из которого она сделана, выдерживает до 30 килограмм. На выбор предлагаются самые разные расцветки, так что еще и самыми модными будете. Некоторые люди просто обожают сыр, из-за чего гладут его практически в каждое блюдо. И не важно, что это будет первое, второе или десерт. И кажется, я нашел для них идеальный подарок. Это умная домашняя сыроварка, справится с которой даже новичок. Все, что требуется от человека, наполнить устройство ингредиентами и открыть мобильное приложение, выбрав конкретную разновидность. Вот так быстро и легко получаются рикотта, чеддер, пармезан и другие сыры. Кроме того, в этой штукенце можно готовить и йогурт, и кефир, тофу, а также другие молочные продукты. А это тот случай, когда и дачу с огородом иметь не нужно, чтобы каждый раз получать на обед вкуснейший и полезный салат. Представляю вашему вниманию гидропонную вертикальную ферму, размещаемую на стене. Система позволит выращивать свежую салатную зелень, а также овощи и ягоды круглый год. Способствует этому светодиодное освещение и капельный полив. Несомненным преимуществом является и полное отсутствие грязи. Многие даже сравнивают это устройство с живой картиной и знаете, что-то в этом есть. Для управления фермой используется мобильное приложение. Оно подскажет, как получить лучший урожай и поможет настроить оборудование под ситуацию. Вот смотрите, даже лампа грустит из-за того, что вы не ставите лайки. Может поднимем ей настроение, а? Всего лишь один клик, а сколько пользы? А если серьёзно, то выглядит это устройство и правду необычно. К тому же ещё несколько функций выполняет. Как по мне, оригинальное дополнение к любому интерьеру. Рыба очень сытный и вкусный обед, только вот чистить её с занятия не из приятных. После этого отвратительно пахнут руки. К счастью для ленивых и тех, кто не ест рыбу лишь по причине неприятного запаха, придумана гениальная вещь. Пластиковый скребок с контейнером. Как вы уже догадались, именно в него собирается вся чешуя. Наверное, каждый человек, независимо от того, увлекается ли он музыкой или нет, знает легендарный бренд Marshall. В этом выпуске мне захотелось показать их портативную акустическую систему Killburn 2. И думаю, стоит начать с небольшой истории. Компанию основали в далёком 1962. Первоначально она занималась производством акустических систем и усилителей. И кстати, именно Marshall создал первый комбик GTM45, который воспроизвёл мощный и тяжёлый звук и стал спутником всех гитарных соло следующего поколения. Теперь вернёмся к колонке. Вы только взгляните на этот ретро-дизайн. Разве не пушка? Динамики здесь скрываются за металлической решёткой, на которой красуется фирменное лого. Корпус обтянут чёрным винилом, а углы защищены от ударов пластиковыми накладками. Вес такой колонки составляет примерно 2,5 килограмма. Для переноски предусмотрен гитарный ремень из кожи, имеющий мягкую бархатную подкладку. А теперь самое главное – звук. Marshall Killburn 2 разработана по заветам британского инженера Алана Блюмлейна. Конструкция позволяет усилить звуковой сигнал и воспроизвести его сразу во всех направлениях. Система оснащена 4-дюймовым сабвуфером и двумя усилителями класса D на 15 и 25 Ватт. Максимальная громкость 100 дБ. Лучше всего возможности динамика раскрывают рок-музыка и, как ни странно, классика. Знаете, что за залипательная штука сейчас показана на экране? Правильно, колыбель Ньютона. Называется в честь одного из создателей классической физики – Исаака Ньютона. Система демонстрирует преобразование энергии различных видов друг в друга. Если говорить по-простому, то здесь мы можем видеть, как крайние шарики передают друг другу энергию и импульсы через соседние. О, а эта вещь пригодится тем, кто даже купаясь не может расстаться с любимым гаджетом. Да-да, на ваших экранах ванная шторка с карманами. Она полностью прозрачна и имеет несколько карманов разных размеров. В них поместится как смартфон, так и планшет. Таким образом можно мыться и смотреть любимый сериал одновременно. А если на DS всегда есть вариант использовать отсек для хранения мочалок и других купальных принадлежностей. А это лыжи для самоката – полезный аксессуар, который поможет прокачать любимый транспорт под холодный сезон. Они крепятся вместо колес на родные болты и позволяют с ветерком рассекать по снежной глади. К слову, не обязательно быть где-нибудь в горах, чтобы опробовать модернизацию. Достаточно и небольшой горки в городе. Лук, перец, горошком, лавровый лист, бадьян, мята – это то, что придает блюдам особый непередаваемый вкус и аромат, но мешает в процессе употребления. И чтобы не вываливать специи вручную, придумана специальная емкость. Она достаточно забавно выглядит и имеет элементарный принцип. Просто положите в неё все необходимые приправы, закройте крышкой, а после поместите в кастрюлю и извлеките, когда блюдо будет готово. Народ, вот скажите, вы когда-нибудь хотели магическим образом превратить свой старый задрыпанный велосипед в современный электробайк? Ой, да ладно, конечно хотели. И сейчас это вообще не проблема. Устройств, помогающих прокачать двухколёсного коня до совершенно нового уровня, полно на рынке. И одним из них является свитч-кит. Устройство состоит из трёх основных частей – док-станции, 250-ваттного переднего мотор-колеса, который устанавливается на велосипед и постоянно на нём находится, а также блока питания, защищённого от попадания влаги. В верхней части блока располагается светодиодный дисплей, позволяющий переключаться между пятью уровнями помощи педалями. В случае, если велосипедист желает крутить их самостоятельно, блок питания отсоединяется, а когда потребуется помощь электродвигателя, снова устанавливается. В пауэрбанке это, конечно, здорово, но как быть, если на нём не будет заряда? Не пропадать же без связи, без интернета. Конечно, нет, с аварийным зарядным устройством и не пропадёшь, ведь оно выручит там, где не будет ни розетки, ни пауэрбанка. Здесь предусмотрен всего один USB-разъём, предназначенный для подключения гаджетов. Наверное, вы спросите, а как заряжать-то? Да очень просто, крутите ручку до момента, пока батареи не будет достаточно. Быстрым такой процесс не назовёшь, но в критической ситуации выбирать не приходится. Мытьё стакановали сосуда с узким горлышком, та ещё проблемка. Насколько бы тонкая рука у тебя не была, никогда не достанешь до дна. Обычно губка не решает этот вопрос, другое дело магнитная мини-щётка, а визуально так и не определишь, что перед тобой и для чего оно предназначено. Щётка очень напоминает небольшую печать, она состоит из двух частей, на каждой из которых есть магнит. Они плотно сцепляются друг с другом, даже по разной стороны стеклянного сосуда и начисто отмывают графины, пробирки, колбы и другие ёмкости с узким горлышком. Знаете, для чего предназначена эта маленькая линейка? Водители машин наверняка знают, с её помощью можно быстро проверить глубину протектора шин. Конечно, необходимость в этом возникает не каждый день, но вот, например, при покупке шин с рук проверка будет ключевым этапом. Диапазон измерения составляет от 0 до 20 мм. Как быть, если очень хочется два напитка одновременно? Не пить же из двух бутылок. Конечно нет, ведь специально для таких случаев придуманы двойные кружки. Благодаря необычной конструкции можно одновременно наливать два разных напитка в отделение, огражённые друг от друга стеной. Кроме того, для каждого отсека предусмотрена встроенная соломинка. А ещё из бутылки могут пить два разных человека. А это Парагон. Умная плита, оснащённая температурным контроллером. Комплект поставки состоит из варочной панели, измерительного зонда и термостойкой подложки. Последний используется для контроля температуры сковороды. Зонт же отвечает за температуру жидкости. Такой набор значительно упростит процесс готовки и обучит некоторым тонкостям. Продолжение следует... Продолжение следует...